Слушай, Слава, если Бог создал человека по своему образу и подобию, похожего на себя, сейчас люди создают роботов, которые тоже похожи на людей, они обладают такими же параметрами, облегчают жизнь людям. Возможно, Бог создал людей тоже, чтобы облегчить себе жизнь, или несколько богов. Возможно, или чтобы было интересно, если это компьютерная симуляция, может быть, это компьютерная игра, и так Бог развлекается, демиунг, так его назовем. Но ты видишь, почему человек создает, так скажем, неких андроидов, таких антропоморфных роботов, похожих на себя? Ну, потому что он так видит. Представь, когда человечество создавало автомобили, оно никак не могло понять, как телега может ехать без лошади. Поэтому, если ты возможна фотография первых автомобилей, там всегда лошадиная голова впереди, и все вот эти на капоте лошадки, пегасы какие-то, да, и прочие-прочие какие-то существа, которые движут автомобили, поскольку они впереди, да, они предполагают таким образом воздействовать на человека, чтобы он не сильно пугался, да. Ну, то есть, рассказывали, что этих лошадей ставят, чтобы другие лошади там не боялись. На самом деле, это все ерунда, это, так было комфортно человеку, пока он не привык к тому, что автомобиль ездит без лошади. Точно так же будет и с роботами. То есть, роботы, конечно, гораздо более интересны, те, у которых много ног, много рук, много глаз. Но будут создаваться они пока очень часто похожими на людей, а потом люди будут создаваться похожими на роботов. Ну, удобно иметь две руки? Ну, наверное, нет. Если бы ты мог пользоваться шестью руками, было бы гораздо удобнее. За человеком будет шесть рук. Это совершенно точно. Да, ну, столько, сколько может поместиться. Смотри, сейчас уже японцы сделали специальный костюм, где две дополнительные руки приводятся силой мысли в действие. И человеческий мозг не ограничен. Он может командовать еще бесконечным количеством рук. Самое главное – этому научиться. Ну, как жонглер. Может подбрасывать огромное количество каких-то предметов. Да, у него получается. У нас не получается, а у него получается. Или там два наших глаза. Мы можем пользоваться гораздо большим количеством камер, так сказать, глаз и так далее. То есть, если у нас два глаза впереди, это не обязательно, чтобы мы всегда пользовались именными. Представь, вот, допустим, в боевой ситуации, насколько интереснее, когда человек видит на 360 градусов в любом воздушном судне. То есть, экипаж, если будет видеть на 360 градусов, ему гораздо комфортнее. Но к этому нужно привыкнуть. И к этому человек придет постепенно. Изменения человека, его функции будут развиваться, конечно, постепенно. Потому что, вот представь себе, есть масса людей, которые не имели зрения с рождения. Но им восстановили зрение. И считается, что есть порог, после которого восстанавливать зрение бессмысленно. То есть, это около 40 лет. Если человек 40 лет прожил слепым, то очень небольшое количество людей, прям минимальное, прям мизер, пользуются зрением после того, как им его дали. Остальные так и не учатся пользоваться зрением, и оно является для них бесполезным. Представляешь, что человек фактически видит, вернее, наоборот, формально он видит. А фактически он не видит, потому что зрением он не пользуется. Точно так же и здесь. То есть, человечество, конечно, будет учиться этому, как учится сейчас гаджетам. То есть, дополнительные руки, дополнительные глаза – это гаджеты. И, естественно, все это будет принимать разные совершенно невероятные формы. То есть, будет мода на тела, будет обязательно сексуальная мода, поскольку это один из аспектов человеческой жизни и очень важный. И не столько он связан с рождением детей, ну, потому что, обрати внимание, ну, как бы у животных половое влечение в основном связано с рождением себе подобных, и оно тут же прекращается, как только они совокупили все, да. То есть, выполнили свою функцию, там, у насекомых очень часто, там, или у богомолов каких-то, да, у каракурт, там, у других пауков самка пожирает. Вообще, за ненадобностью. Да, за ненадобностью мужика. Кто его сделал, может умирать. Да, пожирает и так далее. Поэтому, в данном случае, человек, конечно, имеет какую-то дополнительную опцию, так это назовем, дополнительную функцию. Она же не просто так создана. Не только для рождения, а только для получения удовольствия. Да, и не только для удовольствия. Понимаешь, вся вот эта любовь, морковь, да, либидо человеческое очень сильно движет миром. Обрати внимание, это еще один рычаг, один приводной ремень. Ради таких вещей, там, я не знаю, да, троянские войны устраивались. Ну, по сути, представь, огромное количество людей пало только потому, что Парис, да, полюбил Елену Прекрасную. И у мужа ее увел. Все, караул, представляешь, там, такой ужас. То есть, вот представь себе животный мир, и там в этом животном мире кто-то не тот совокупился, и что? Ну, там кто-то, ну, может ли масса, там, каких-то стаи волков поддержать своего волка, у которого суку увели, да? Ну, наверное, нет, наверное, это исключено, потому что это абсолютно иррационально. А для человека это норма, и не просто норма, это воспетая гомером норма, понимаешь? То есть, это такая норма, которая выбита в камни из вояля, которая ясна для всех, что так и должно быть, и никак иначе. Поэтому, если говорить, в общем-то, о развитии человека, то все его нынешние, так скажем, качества, в том числе и вполне животные, они в будущем будут просто трансформированы на более высоком диалектическом уровне, они никуда не уйдут. И когда рассказывают 100%, она просто тоже трансформируется. И я уверен, что вскоре, ну, я, наверное, до этого не доживу в силу преклонного возраста, а молодежь, которая здесь сейчас слушает, я думаю, вполне достигнет этого этапа, когда человек, ну, люди будут жениться на механизмах, выходить замуж за каких-то роботов, там будет любовь-морковь, а вы... Знаешь, я подумала, что, наверное, может быть, не будет безответной любви, то есть, если он приобрел робота, того уже запрограммировали любить только своего хозяина, получается, что не будет страданий, все идеально. Хотя, мне кажется, когда робот будет так же любить тебя, там, беззаветно, то рано или поздно это тоже может надоесть, наверное, потому что все-таки, что мужчина, что женщина, они все-таки, ну, хотят какую-то борьбу, какие-то... Страсти. Страсти, не знаю, ревности, там, ну, то есть, они должны быть все равно вот такие вот горки или, там, качели, чтобы были эмоции всегда, ну, на высоте. А если вот так вот все ровно, взаимная любовь, это тоже, наверное, неинтересно. Ровно, может быть, только в самом начале, только в самом начале, когда это еще несовершенные механизмы, как только они достигнут совершенства, как только будет реальный искусственный интеллект самообучаемый, он приобретет свой характер, свою индивидуальность и свою цифровую личность. И человек тоже будет обладать, я думаю, какой-то цифровой личностью, да, поэтому вот это, в этом взаимодействии будет все. И я уверен, что все, чего хочешь, и ревности, и измены, и страсти, и Ромео, и Джульетта, и Отелло, и все в одном флаконе. Я думаю, что вот, конечно, высшая точка развития – это будет не когда робот влюбится в человека, причем реально полюбит, а когда робот полюбит робота. Вот тогда будет высшая точка развития, да, тогда будем считать, это будет окончание эпохи киберализма, то есть это мы переходим плавно с вами в следующую эпоху, и это будет одна из примет окончания эпохи киберализма. Что мы сейчас видим, как видишь, главный примет окончания капитализма, одна из главных примет – это изменение семьи, да, то есть однополые стали семьи, не пойми какие, стало очень много полов и так далее. Это, говорит, это разнузность, это распущенность, это окончание капитализма, который предполагал вот на своем пике человеческую обычную семью, мужчины и женщины и так далее. Почему? Потому что общество развилось, в обществе легче стало прокормиться, легче стало жить, и каждая общественно-экономическая формация, когда меняется, меняет семью, потому что эта семья, это ячейка общества, а самое, так сказать, нижнее звено производственное, как это ни парадоксально, да, то есть это звено производит все, себе подобных производит, это производит работников для предприятия, то есть для предприятия имеет, как бы, отношение к производительным силам, да, обязательно к воспитанию детей и прочее, прочее, к экономике, то есть влияет на производительные силы и влияет на производственные отношения, поскольку производственные отношения – это отношения, связанные с распределением, и вот семья в этом, конечно же, участвует в первую очередь, и в то же время семья воспитывает, семья обучает, и, так скажем, семья направляет, поэтому к производительным силам она имеет самые непосредственные отношения. Как только меняются технологии, начинает меняться семья, меняются производственные отношения, да, раньше женщина могла выжить без мужика, нет, не могла, да, ей либо приходилось себя продавать там, чтобы как-то жить, да, либо, значит, искать себе мужа, который мог ее защитить, помочь прокормиться. Мужчина мог выжить без женщины в определенной степени, да, то есть в виде воина, там, какого-то моряка и каких-то таких специальностей. Если просто на земле, да, вот какой-то крестьянин, да, то он выжить не мог. Ему нужна хранительность очага, ему нужна, в общем-то, та корова, которую он запряжет, если у него помрет бык, на котором он пашет, поэтому женщина должна быть сильной, двужильной, которая и шьет, и тьет, и детей, и рожает, и там мед собирает, и прочее, прочее, прочее. То есть они взаимодействуют, они работают, если кто-то какую-то дает слабину, заболел, или еще у всей семьи трагедия, все это рушится. Поэтому они очень друг за друга сцеплены. А как только меняется мир, то есть пришел мир капитализма, когда люди наелись, уже семья не имеет такого значения. Мы видим огромное количество разводов, люди не устраивают друг друга, им нужна любовь, им нужно взаимопонимание, им нужен какой-то космический секс и так далее. То есть им они уже не устроены тем, что они просто держатся друг за друг, чтобы родить детей, воспитать, прокормиться самим и так далее. Понимаешь? И вот сейчас следующий этап развития, когда не просто человек сытый, у него уже появляются какие-то дополнительные интересы и совершенно параллельные знания, связанные с искусственным интеллектом, цифровым миром, компьютерами и так далее. И здесь семья становится еще более, так сказать, разнообразной. То есть, конечно, форма классическая сохранится, но она подвергается вешенному развитию. Я говорю, мы видим уже много полов, да, там люди с удовольствием меняют пол, ты понимаешь? И это как раз начало моды на тела. То есть, начинается именно с этого, да. То есть, люди там, кто-то желает, был мужчиной, стать женщиной, кто-то женщиной, стать мужчиной, да. А в будущем же мы понимаем, что будут одновременно и мужчины, и женщины, и такие андрогины, да. Ну, зачем менять пол, когда можно быть и тем, и другим пожеланиям, да. Да, зачем, зачем, как бы, ну, и прочие вещи. Мне даже некоторые неудобно говорить. То есть, мы еще сильно с вами удивимся. То есть, сейчас мы видим, как женщины там накачивают губы силиконом, груди силиконом, там, попой силиконом, еще что-то. А это только начало, поскольку технологии изменения человеческого тела стоят на очень низком уровне. Но они будут развиваться семимильными шагами, и тогда любые вещи возможны, да. Мужчины все время бредят какими-то гигантскими пенисами. Представляешь, когда будет мода на тела, и можно будет сделать все, что угодно, какие пугающие формы это примет, да. Женщины тоже бредят какими-то невероятными формами. Представляешь, какие персонажи мультяшные будут ходить в жизни. Просто такие надувные. Мы даже сейчас вот видим таких мукол надувных. И, кстати, я могу признаться, может быть, там с сожалением отмечаю, может быть, с юмором, что мне такие нравятся. То есть вот женщина, почти мультяшный персонаж идёт, а я так восхищённо смотрю, ну нифига себе, вот это да. Понимаешь? А представляешь, как это будет в будущем? Сейчас роботизация, бешеная роботизация, производительность труда роботов, ну минимально в 100 тысяч раз выше, чем у человека. То есть человек, работа человека абсолютно бессмысленна, бессмысленно, как у станка, так и в офисе. То есть говорят, вот не будет работы у станка, будет работа в офисе. А зачем она, работа в офисе? Вот даже сейчас какие-то нейросети выполняют работу гораздо быстрее, чем человек. Человеку остаётся только координировать. Представляешь, то есть вот огромный офис стоит где-нибудь там на Уолл-стрит, и там сидит куча народа, которые, кажется, занимаются великими делами. Видимость деятельности мы должны заниматься. Через буквально несколько лет всем будет понятно, что это огромное количество бездельников, которые не пойми, чем занимаются. Вот как в Твиттере у Маска, когда он пришёл, он обнаружил, что платили там что-то за обеды, завтраки и ужины, там они были бесплатные для этих... Сотрудников. Да, сотрудников. Там что-то на каждого какие-то немыслимые тысячи долларов в месяц. Там они стоили что-то 10 тысяч, что ли? Ну, то есть просто разворовывались деньги, сотрудники основное время ходили и обедали. Больше они там ничем не занимались. То есть это показатель, и очень серьёзный показатель. И правительства пытаются, многие, тормозить развитие для того, чтобы оставить людям работу. И это считается очень положительным. Дать людям работу. Людям надо дать не работу, людям надо дать достойную жизнь. Киберализм никому не может обещать работы. Никому, ни одному человеку. Но он может обещать достойную жизнь. И должен обещать, и должен создать эту достойную жизнь, чтобы люди жили долго, чтобы людей было много, чтобы люди занимались творческой работой, чтобы люди занимались любыми исследованиями, какими они хотят. Вот представь, какие профессии сейчас абсолютно станут бессмысленными в ближайшее время? Лётчики. Ну, представь, то есть любая авиационная система на сегодняшний день действует лучше, чем человек. Человек может допустить ошибку, а она может допустить ошибку гораздо реже. Да, то есть... Исключить человеческий фактор. Да, исключить человеческий фактор. Медики, посмотри, даже то, что есть сейчас, работает уже лучше, чем хорошие профессиональные врачи. То есть вот совсем недавно американская ассоциация врачей произвела исследование, связанное с диагностикой. Системы искусственного интеллекта диагностируют лучше, чем самые лучшие врачи. Всё. То есть доходим до края. Раз это так, значит, будет теряться практический опыт. Да, ну и так далее. То есть будут оставаться какие-то люди, которые будут контролировать, надзирать за этой техникой. Но они не будут, собственно, специалистами по людям. Они будут специалистами по технике. Потому что они должны понять, что она, техника, работает нормально, там не врёт и так далее. И то, в конце концов, этих людей, которые являются там надзирающими, заменит, опять же, искусственный интеллект и заменит техника. Посмотри, судовождение, вождение автомобилей, полёты на самолётах. Да, всё это гораздо лучше решит искусственный интеллект, и техника с этим связана. И вообще всё развитие человека идёт к тому, что будет принцип лифта. То есть ты зашёл, нажал кнопку, то есть выразил желание. Не обязательно это будет кнопка. Ты, может, здесь выразил желание получить что-то. Ну, чтобы тебя доставили на такой-то этаж. И тебя доставили. И ты не задумываешься. Человек же не задумывается, как у лифта там крутятся эти механизмы, работает двигатель, подаётся электричество. Тот, кто ремонтирует, задумается. А тот, кто едет в лифте, ему до фонаря, пока он там не застрял. Поэтому вот этот эффект лифта, он будет везде. То есть уже не будет ни как бы такого обычного управления автомобилем. Это будет спорт. Если человек рулит сам, то это значит... Это спортсмен. Вот тот, который... Для удовольствия решил пару денег. Да, это значит спортсмен. Я думаю, что на дорогах общего пользования вообще это будет запрещено. Будут какие-нибудь там, типа, жёлтые дороги, да? Вот там, где висит знак там. Да, там на этих дорогах можно. И на свой страх и риск люди будут выезжать на эту дорогу, где их могут там раздолбить. Но это спортсмены. Это как в боксе. Вышел, дерётся, да? Можно получить по морде. Так и здесь. Да, едет по этой дороге. Но этих дорог будет немного. Основная масса будет зелёных дорог, да? Где будет работать только искусственный интеллект. Причём он будет всеобъемлющий. Это не только интеллект в машине. Да? Это интеллект управления. То есть он следит за всеми машинами. Он всеми управляет. Какие нужно он тормозит. Какие нужно он разгоняет. Меняет и так далее. То есть это будет нормальное явление, а всё остальное это будет спорт. Ну и так далее. Конечно же, мы здесь с тобой разговаривая просто бежим голопом по Европе. Мы не можем объять необъятное. Знаешь, по какой причине? По причине того, что мы ничего не знаем точно. Вот если бы мы могли точно что-то знать, мы бы с тобой всё расписали, расставили. Вот такое мироздание. Вот оно есть. Вот такое. А вот это, да, вот человек. А вот это его роль, этого человека. Вот его цель, задача. А мы ничего не знаем. И поэтому мы просто тобой рассуждаем вслух, гоняем наши мысли, как вот мяч в водопаде совершенно ассоциативно. И у нас что-то из этого получается. Такое неплохое. Приходят новые мысли. Приходят какие-то новые ощущения. И это приоткрывает завесу в будущее. Это же самое интересное. Люди очень любят подсматривать. А лучше всего подсматривать за будущим. Так приоткрыть и одним глазком туда взглянуть. Субтитры сделал DimaTorzok